И, братья и сестры, за ваши святые моления. Только что мы с вами были свидетелями исполнения пророчеств древних о пришествии в мире Спасителя Мира Господа нашего Иисуса Христа. Вообще, до VI века праздник Рождества Христова и Дима Явления совершался на один и тот же день. Но уже после VI века, дабы разделить вот эти два великих события, как и Рождество Христово и Богоявление, или же Крещение Спасителя, было принято и установлено совершать праздник Рождества Христово 25 декабря, в день празднования, в день рождения Солнца. Потому что Христос есть Солнце, правда, явившийся в этот мир и предвосвестивший нам великий день, великий день Спасения. Еще важно то, что мы с вами слышали эти пророческие слова, в которых пророчи, как Исаиев, как Иеремия и другие, рассказывали о том, что нам нужно ожидать Спасителя. И вот сегодняшний день как раз предназнаменовал вот этот сочельник Рождественский, который будет завтра, ну и само событие Рождества Христова. И хотелось бы, чтобы вот эта радость, величие и торжество, в котором мы поклонялись Рождеству Христову, была вот внесена и возвещена, как некогда ангелами, воспевшими Рождество Христово. Слава Божьей Богу и на земле, и в небе, и в человеке благоволение. Вот они явились свестниками того, что Христос родился. И сами пастушки побежали, дабы увидеть Бога Младенца. Вот так и мы. Вроде еще само Рождество не наступило, но вот эта весть о этом событии уже началась. Поэтому еще раз благодарю за молитвы. Несите вот эту благоволю весть в свои дома, в свои родственники и говорите, что грядет мир Спаситель. Спасибо, Господь, за Ваши молитвы. Спасибо, Господи. Это в Варваринском пределе панихина, ну, а богослужение совершено. Сегодня вечером богослужение будет по обычаю, в пять часов Аркафист, Христово Богородица, затем вечерня, малая по вечере и утренняя. Завтра по обычаю, в полдевятого, начнется исповедь, и литургия Иоанна Златоуста в девять часов. Будет служить наш правящий архиерея, Владыка Павел, и по окончании Борисской литургии совершится великое праздничное вечерня с выносом рождественской цвечи. Ангел-хранитель, Господь. Спасибо, Господи.